книга открытым оком том 22 тема вера вопрос 3490 вы отрицаете что корни и традиции нужны а как же сами говорили что многое что узнали в детство от матери помогло вам найти путь ко христу отвечает игнатий тихонович лапкин без корней дерево не растет а засыхает и у каждого они есть только бывает корни несущие живительные соки а бывают и источающие ядовитую плесень я говорил против того что толчет патриарх и все священство что в народе якобы есть некие корни традиции народные помогающие им выстоять прийти к богу в храм это чушь дикое язычество и тем ядом питаются возьмите переодевание на руси женщин в мужское одеяние в брюки сплошь разве было когда такое на руси посмотрите на рисунки всех до единого художников народников передвижников хотя бы один хотя бы силуэтный рисунок и найдите где женщина в мужской одежде второзаконие 22 5 на женщине не должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женское платье ибо мерзок пред господом богом твоим всякий делающие сие так почему же священники позволяют этим мерзавкам заходить в церковь начинает гавить даже священники знающие библию когда делаешь им замечание что их дочери щеголять в штанах а мужичились они бьют на то что брюки у них должны быть не обтягивающие брюки не юбка не балахон мусульманский они никак не могут быть не обтягивающими она для того и натянула их чтобы подчеркнуть свою фигуру это ее товар у нас корни свои были старообрядки знали что курить нельзя воровать грешно матерное слово по запретам блуда страшились как гиена огненной у меня есть свои наработки мне с детства вложена чистота залог здоровья но не чистота в ее городском понимании а на корнях деревни где выход из дома прямо в пригон скотский где миллионы мух так вот я мух любил с детства и давил их мухоморы настаивал липучки разные доставал бумажки людичках отравлялись килограммами этой твари и сегодня в жилище где я нахожусь никогда нет ни одной мушки ни одного комарика при входе в комнату лежит половичок на нем разуваться не в сенях и тем более не на веранде как некоторые из наших умудряются и вытащив ногу из обуви на этот половичок ни в коем разе уже не стану не становиться а на чистый пол там на половичке территория улица с ее туберкулезом с ее заразой и этого требую неукоснительно от всех потому что в доме хожу босиком без тапочек и этим ногами приходится уже становиться и на кровать и на стул свет в комнате ни в коем разе не включать пока самым тщательным образом не будут закрыты двойные шторки так что с улицы даже в мизерную щель не увидят ничего в комнате без крестного знамения ничего не делать на улицу не выходить вне церкви нет спасения и церкви ни одна секта быть не может и там спасения не может согласно библии канонов церкви и трудов святых отцов у кого этих корней нет те за церковь не держится потому что пришли из мира были безбожниками и им разницы нет где быть лишь бы им помогали материально и было бы полегче если услышали впервые о библии о боге от сектантов а потом станут православными но у них та первая телегония первое осеменение как скрытый дух зла сидит и при первом же неудовольствие в православии они сваливаются в проклятие от щепенцев и раскола у меня же корни были молитвы детские молитвы матери дедов дяди и они помогли устоять среди всех исканий твердо держась православного уклада строя литвенных правил второзакония 32 46 тогда сказал им положите на сердце ваше все слова которые я объявил вам сегодня и завещивайте их детям своим чтобы они старались исполнять все слова закона сего псалом 77 6 стих чтобы знал грядущий род дети которые родятся и чтобы они свое время возвещали своим детям друзей потери тяжкие болезни как недостачи воздуха здоровья семью и в общину предатели пролезли и вместо родниковой умываясь кровью мы вместе столько искренних бесед и стежек рядом в церковь истоптали но где тот общий вместе ровный след кому теперь не станет жаль их превыспренние чуткие напевы и это все еще тесница в перепонках плоды труда совместного поспели мы вместе сеяли болю баюкали ребенка какая кошка черная слезнула две подписи по дружественным пактом теперь лишь тень над запыленным стулом воспоминания волною пруду накатом мы посещали вместе божий дом беседы искренние детям доставались нас видели на выходе вдвоем как и когда нами вторглась пакость чуть не пободрствовали где-то в торопях и враг ползучий сдвинул очертания вчерашней дружбы самозваный лях глубиться над священством и постами и пролегла между нами полоса когда детей твоих не похвалил я на твой характер дикий не списать поклонов не было на утренней молитве уже сектантов восхваляли рты их житиям душисто воскуряли по выползли обиды черные кроты курящий тайна сын испорченные крали и началось сплошное беснование и давишь мужа по чужой каблук в который раз ватана обманет на новый переезд подвизгивает вслух 8 августа 2007 год игнатий тихонович лапкин